МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Брянская губерния» программа «Не спорьте, а спорте» в студии Дмитрий Кузнецов. Как всегда, в этой студии мы говорим о брянском спорте. И не только. И тема нашей сегодняшней программы очень красивый, зрелищный и интересный вид спорта – бодибилдинг. Я рад приветствовать в нашей студии Владимира Ивановича Литвинова, одного из основателей бодибилдинга в Брянской области, тренера высшей категории и судью международной категории. Также Светлану Лагутину, кандидата в мастера спорта по бодибилдингу в номинации «Бодифитнес», многократную победительницу всевозможных международных и всероссийских соревнований. Здравствуйте! Добрый день! Первый вопрос в двух словах вообще. Расскажите о том, что из себя представляет брянский бодибилдинг, как он выглядит, сколько людей занимается, когда он вообще появился в нашей области. Наверное, больше к вам. Да, Владимир Владимирович, больше. Ну, бодибилдинг появился в 1990 году, как раз когда появлялись новые виды спорта, карате, рукопашный бой, пауэрлифтинг, и в то же время появился бодибилдинг. С 90-го года существует такой клуб-центр бодибилдинга «Прометей», который первый начал заниматься этим видом спорта. И в том же году была создана федерация. Вот в этом году уже федерации исполняется 28 лет. Почти 30 лет. Да, почти. А сколько приблизительно у нас в Брянске занимаются этими направлениями разными? Ну, у нас в настоящий момент где-то порядка, где-то около 100 человек, именно чисто профессионалов занимается, я имею в виду, которые выступают постоянно на соревнованиях. Это во всей области? Да. А если брать вообще, как бы, брать что такое бодибилдинг? Это тот же самый фитнес, да? То есть у нас около 60 фитнес-клубов, поэтому занимается очень-очень много людей. Ну, тогда вопрос к тебе. Как ты оказалась в этом виде спорта? С чего все начиналось? Я оказалась в этом виде спорта 5 лет назад. Пришла я просто заниматься для себя. Занималась-занималась. Через неделю буквально Владимир Иванович подходит и говорит, иди сюда. Я говорю, я? Говорит, да, ты иди сюда. Я подошла, говорю, что такое? Говорит, не хочешь ли ты подготовиться на осенние соревнования? Сейчас мы съездим на весенний кубок, а после кубка начнем готовиться к осени. Я говорю, хочу, конечно. Ну, так закрутилось, закрутилось, закрутилось. И все. Ну, ты выступаешь в номинации бодифитнес, да? Да. Если так простому обывателю объяснить, в чем разница бодибилдинга, бодифитнеса, фитнес-бикини, я знаю. Бодифитнес – это что-то между бодибилдингом и фитнес-бикини. То есть, если в бодибилдинге в женском там должны быть объемы, качество сумасшедшее, то в бодифитнесе уже выходят девочки на каблуках, в красивых купальниках, не такие сухие, не такие объемные. То есть, ну, именно женская номинация. То есть, как появился, вначале было всего две номинации – мужской бодибилдинг и женский. И вначале были миниатюрные женщины, а потом начали гнаться за объемами. И, естественно, многим женщинам перестало это нравиться. И Международная Федерация, чтобы привлечь новых девчонок к соревнованиям, да, они ввели новую номинацию. Эта номинация называлась «фитнес». То есть более миниатюрная, но там нужно было выполнять произвольную программу, а произвольная программа была сложной, и в основном начинали выигрывать те, у кого была база гимнастики или акробатики. То есть уже не мышцы главное было? Да, но там два раунда было. Там и мышцы были, да, но мышцы более миниатюрные, да, и туда начали стремиться. Но опять же, стали те, у кого не было базовой программы гимнастики или акробатики, они начали проигрывать. Естественно, они перестали тоже выступать на соревнованиях. Международная федерация опять пошла дальше, да, и вот приняли решение ввести новую номинацию, которая называлась «бодифитнес», да, в которой не надо было произвольную программу делать, да, на уровне акробатики или гимнастики, да. И вот тогда это стало самое многочисленное, да, номинация. Можно задать вот риторический вопрос, так что это? Это вид спорта или всё-таки это больше шоу? Потому что... Это вид спорта. Это вид спорта, да. Это вид спорта, за который присваивают спортивные звания. Если фитнес-бикини – это уже больше как конкурс, конкурс красоты, можно сказать, спортивной красоты, то бодифитнес, бодибилдинг женский – это уже вид спорта. Но всё-таки есть там определённые такие... Элементы шоу присутствуют. Конечно. Да. Ну, в принципе, сейчас и в других видах спорта начинают проводить соревнования, да, какие-то элементы шоу присутствуют. То есть так же и здесь, да. Но это, в первую очередь, это спорт. Ну, если мы заговорили о шоу, я сейчас предлагаю один ролик посмотреть. Я сегодня готовлюсь к эфиру, нашёл у вас на сайте Федерации очень интересный такой клип, скажем так. И чуть потом подробнее о нём поговорим. Давайте посмотрим. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я вижу, говорю, что даже у вас вызвало улыбку. Я так понимаю, что креатив приветствуется в вашем виде спорта. Ну, конечно. Как действующий спортивный? Как ты готовишься к выступлениям, придумываешь программу свою показательную? Какие мысли? Где берёшь вдохновение? У нас дефиле проводится. Каждая участница выходит и представляет себя. Представляет это в красивых позах. То есть подача себя. Ну как, я смотрю видео у девочек, которые выступают на более высоком уровне. Что-то беру у них, что-то придумываю сама. Что я в этот момент чувствую? Когда выхожу на сцену, я просто отключаюсь. Я отключаюсь и получаю довольствие от их на сцену. Это какая-то хореография, я так понимаю. Ну, конечно, пластичность, всё это приветствуется. Там есть определённые каноны, которые ты должен выполнить. Набор обязательных элементов, да? Да, ты должен выйти, да. Ты встать должен в правильную позу, выполнить несколько элементов, да. Ну, то есть обязательно, обязательно программа, которая выполняется согласно международных правил. А какие критерии оценки? Кто это судит? Насколько это субъективно? Ну, я как судья международной категории, да, я могу сказать. Судейство очень простое. Судят девять судей. И каждый судья, каждый судья выставляет спортсмена на определённое место. Потом подсчитывается специальная программа. Две нижних оценки убираются, и две верхних оценки убираются. Остаётся пять оценок. Кто набирает минимальное количество баллов, тот и побеждает. Но это всё-таки человеческий фактор, да? Ну, конечно, это судья. Взгляд специалиста. Это судья, да, это ставит, да. Поэтому и сделали девять судей, да, вот среднеарифметическое, и получается, что как бы человек попадает на то место, на котором он должен быть. Средним. Сколько должен заниматься спортсмен для того, чтобы вот выглядеть как девушки, которые на экране у нас, и ребята там? Сколько нужно времени для того, чтобы подготовиться вот к первому выступлению? Каждый день по-разному. Полгода, да? Ну, крупный год. Нет. Нет, ну, каждому по-разному. Это всё зависит от физиологии, от генетики, от самой подготовки, от тренировочного процесса, от режима в целом. Ну, кому-то достаточно полгода подготовиться с нуля, кому-то нужно два-три года. Здесь уже определённые цифры нельзя назвать. Ну, как тренера, через сколько вы выпустили спортсмен? Ну, вообще, если говорить профессиональным языком, то за полгода, конечно, естественно, нельзя подготовиться. Я тоже почему-то не верил. Да. Если бы это было так реально, то это был бы не спорт. Правильно, да? Можно подготовиться, если, допустим, образом говоря, вот 10 лет прозанимался акробатикой. Естественно, обладая фигурой, можно в течение, ну, не полугода, а года можно набрать какую-то определённую форму. Если говорить о уровне чемпионата России, ну, как и в любом виде спорта, да, где-то года 3-4 надо оттренироваться, чтобы понять свой организм, куда его двигать, да. И после 3-4 лет только начинают результаты появляться. Ну, такой вопрос задам, который сейчас на слуху. И, наверное, многие телезрители тоже знают, что в вашем виде спорта это актуальная проблема – это допинг, да? Допинг, препараты специальные. Насколько это вообще вот серьёзно сейчас? Насколько это используется у вас? Ну, мы стараемся не использовать. То есть некоторые люди путают анаболические стероиды и спортивное питание, да. Спортивные добавки, да, там, креатин, аминокислоты, да. То есть это всё присутствует в тренировочном процессе, потому что большие нагрузки, да. Вот, а анаболические стероиды… Сейчас тем более, что везде допинг-контроли, да, и любой самый маленький анаболический стероид держится в организме где-то полтора-два года. Поэтому смысла особенно нету принимать. У вас, Света, никогда не было мысли попробовать ускорить процесс? Нет, лучше потихоньку, потихоньку, потихоньку. Вот, кстати, вот как профессионалы, если предостеречь людей, которые начинают заниматься бодибилдингом, бодифитнесом, не знаю, наверное, есть какие-то стандартные ошибки, которые приходят в зал, там, не в памяти начинают всё пить, всё качать. Вот есть ли это? Да, есть, да. Вот если им сказать, чего ни в коем случае нельзя делать для того, чтобы не убить собственный организм и собственную карьеру. А есть определённый процент людей, да, которые сидят в интернете, вот, и они прислушиваются только интернета. И если, допустим, образом говоря, лет 10-15 назад, да, люди, которые приходили, там, допустим, про меты, да, то есть им говорил, какие-то выполнять упражнения, да, как правильно, технику. На первом же месте что? Техника. Не будешь правильно выполнять технику, и результата не будет. Сейчас очень много сидит в интернете, вот, и вот смотрит разные видеоролики, вот, и получается, что, ну, их немного, немного, но присутствуют, да, которым очень тяжело что-то доказать, да. А так, основная масса, естественно, конечно, да, они обучаемые, вот, они приходят, вот, им показываешь, им объясняешь, почему надо делать так, а почему не так, да, и они всё выполняют, да. А сколько вообще возможно без помощи тренера добиться вот результатов? Действительно, если там на диване рассуждать и смотреть ролики, вообще реально без тренера это сделать? Нет, добиться результата без тренера невозможно. Просто сейчас же я говорю, что это фитнес-индустрия, да, вот, очень много людей занимается. И поэтому, поэтому они читают, они приходят, они сами что-то, они выполняют, да, даже смотришь иногда такие ролики в интернете, комиссионные, да, там можно просто падать от смеха. Вот, а человек, а человек считает, что он правильно делает, да. Ну, хотя бы вспомните этого человека с базуками вместо рук, да. Ну, это уже, это, это большое отклонение, да, это очень ненормально. Это уже лечится. Хорошо, такой вопрос, ты сейчас недавно приехала с большого турнира, да, в Белоруссию, в двух словах вообще, что было, насколько серьезный турнир был, насколько серьезная эта победа твоя? Да, я ездила на Iron Leon Cup, меня туда приглашают уже третий год подряд. Стала я второй в этом году. Уровень гораздо выше был, чем предыдущие годы, в которые я ездила. И количество участников тоже с каждым годом у них увеличивается, увеличивается. И самоорганизация очень здоровская. То есть я не расстроена, что я стала второй. Просто учла свои ошибки, и с Владимиром Ивановичем будем над ними работать. Это достижение, да? Это достижение, да. Ну, как бывает с ними? Ну, я могу сказать, что даже иногда второе место, оно выше первого, да. Почему? Потому что форма, правильно Света говорит, уровень соревнований растет, и уровень спортсменов растет, да. И если, допустим, да, вот первый турнир был не такого сильного значения, да, сейчас более, вот. И форма, форма намного лучше, да. Поэтому, то есть прогресс есть, вот, идем вперед, ну, я доволен. Ну, а если вот сказать, сколько профессиональных спортсменов в сезоне выступает у вас? Это все зависит от каких-то там коммерческих вещей, да, там финансовых возможностей, или все-таки есть какой-то предел там? Есть определенные, как бы, правила. В основном два сезона. Это весенний и осенний, да. Всегда основные старты весной – это Кубок России, а осенью – это Чемпионат России. Вот это основной старт, и к этому старту готовимся, да. И вот пока идет весенний или осенний период, да, там есть набор соревнований, да. Там, допустим, наш Чемпионат, там рядом какие-то там Чемпионаты, какие-то турниры, да. И вот пока набираешь форму, да, и пока в форме, вот. То есть выступаешь староще. Это как этапы, да, подготовки главного старта? Да, 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 как этапы, да. А вот сколько месяцев готовится спортсмен, там, сушится, я не знаю, там, диету соблюдает? Индивидуально. Индивидуально, да? Да, да. Кому-то все зависит от того. Есть такое понятие – обмен веществ, да. И три типа телосложения – эктоморф, мезоморф и эндоморф. Ну, эктоморфы, они обычно не выступают в бодибилдинге. Мезоморфы – это идеально рожденные, с хорошими мышцами, с небольшим количеством жира, вот, и эндоморфы, да. Ну, допустим, мезоморфу, уже хорошему, у которого раскручен метаболизм, ему достаточно, ну, два-полтора месяца, да, чтобы набрать хорошую форму. Ну, до двух с половиной месяцев, да. А уже у кого эндоморф, человек, у которого больше жировой прослойки, да, те уже, допустим, четыре месяца, от четырёх потихонечку, потихонечку начинают, да. То есть, и такая программа происходит, она постепенная. Вначале начинаешь убирать одни продукты ненужные, потом другие продукты, потом потихонечку, потихонечку, да. А потом уже ближе к соревнованиям, да, там уже начинаются такие более профессиональные, да, подходы, да. Целая наука, да. Да, целая наука. На первый взгляд кажется, ну, что там, железяки потягал, пришёл, да, и… Целая наука. А вот сколько таких спортсменов, которые, вот, как цвет, выступают на высоком уровне брянских? Вот, действительно, людей, которые уровня, там, Кубка России, чемпионата России, не знаю. Ну, сейчас у нас, я скажу, сейчас в бодифитнесе, да, вот, ну, сколько? Таких, как Света, да, пять-шесть человек, да. То есть это уровень российского… Да, это уровень, это те люди, которые входят в сборную команду Брянской области, которая едет на всероссийские соревнования, да. Это только бодифитнеса? Это бодифитнеса. А бодибилдинг, да. Бодибилдинг, мы сейчас как-то, ну, мы… Мы не развиваем это направление, да, я имею в виду женское направление, да, вот. Мужское направление, да, у нас развивается, да, а женское мы не развиваем. Ну, потому что не все хотят, вот, иметь большие мышцы, да. Тем более, там, сейчас очень много новых категорий ввели, там, велносы, там, фит-бикини, там, фитнес-бикини, да. Сейчас, конечно, самая популярная категория – это фитнес-бикини. Если, допустим, на чемпионате России в бодифитнесе, там, выходят в категориях, там, где-то по 18 человек, там, по 20 человек, то бикини в среднем в каждой категории человек по 40, по 50, да. То есть конкуренция… Конкуренция сумасшедшая. А насколько наши спортсмены конкурентоспособны на уровне российском? Вот шесть человек есть сборной, да, насколько они, вот, действительно, способны бороться за медали чемпионата, не знаю, за кубок сразу? Ну, сейчас пока, я могу сказать, вот это вот поколение, да, они двигаются вперед, и хорошими шагами, да. То есть пока задача, задача входит, да, в шестерку входить. То есть шестерка – это дает звание мастер спорта России, да. То есть это хороший результат попасть, да. Ну, я так думаю, что через год, через два девчонки начнут попадать в тройку, да. То есть у нас для этого все есть, да. Идеальный возраст для этого в виде спорта, когда рассвет наступает в спортсмену. Это тоже, опять же, все индивидуально. Это, можно сказать, минимально, с минимального. Ну, может быть, где-то 21-22 начинают уже показывать хорошее, а там туда есть там… Предела просто нет. Да, вернее. Но скоротечен, скоротечена карьера? Нет, нет. Это все зависит от человека, да. Вот. Некоторые выступают и по 10, и по 15 лет, да. А некоторые выступают, год-два выступили еще, да. Ну, очень многие опасаются, что после завершения карьеры, грубо говоря, после того, как перестаешь заниматься, что происходит с мышцами, как они себя ведут нормально и остаются, или все-таки есть какие-то изменения? Нет, ну, конечно же, есть изменения. Немножко они становятся не такими жесткими. Более становишься… Если девушка, то она становится более женственной, то есть без этих всех мышц, пресса. Нет, я… Обычное женское тело. Ну, тоже это зависит от генетики. Если у кого-то есть предрасположенность к набору веса, то, да, они просто упадут, если не заниматься долгое время. Я немножко-немножко по-другому выражусь. Вот. Когда перестают заниматься, вот. Упадут мышцы или не упадут? Конечно, упадут. Вот просто приведем другой пример. Вот человек разгружает вагоны с мешками, занимается физической работой. Правильно, да? То есть он выглядит подтянутым, физически крепким, да, у него мышцы выделяются. Потом он бросил это дело. Решил просто там на станке на каком-то, да, нажимает кнопку. Нажимает кнопку, он перестает заниматься физической работой. Как только он перестает физической работой заниматься, да, мышцы, мышцы будут, по-любому они будут дряхлеть. Потому что нету стимула. Поэтому, поэтому, это даже не в бодибилдинге, это в любом виде спорта. Как только человек перестает тренироваться, да, он сразу начинает терять форму, да. Но форма теряется в зависимости от тренированности. Чем человек тренированнее, да, тем больше она будет теряться. То есть, если, допустим, мало тренировался человек, да, то есть, допустим, через год, через два, можно его не узнать. А если, допустим, человек потренировался где-то 10-15 лет, да, то где-то лет так через 15, да, и начнут это все проявляться. Что мышцы дряхлеть, да, а до этого, да, они будут тонуть. Ладно, огромное спасибо, что рассказали вот о всех подробностях этого вида спорта. Теперь о насущном, о том, что впереди, я знаю, что у вас большое мероприятие будет проходить в Брянске. Так, в двух словах вообще, что это, где это, и что увидят брянские поклонники бодибилдинга? Это будет 15 апреля проходить открытый кубок Брянской области по бодибилдингу и бодифитнесу. Будут у нас номинации. У нас, мы сейчас, в последнее время, мы очень хорошо развиваем детский фитнес. Есть такое направление, да. У нас очень девочки, кстати, девочки у нас очень хорошие, да. Вот я так думаю, сейчас две должны попасть на чемпионат мира на детский, который будет проходить летом, да. У нас почему? У нас хорошая школа акробатики, и поэтому вот хорошие акробатки, да, девочки, да, и они хорошими становятся спортсменками. Детский фитнес. Потом у нас будет бодифитнес, у нас фитнес-бикини, это все женские категории, да, и будет у нас мужские категории. Это бодибилдинг, классический бодибилдинг, есть такая номинация, да, и пляжный бодибилдинг. То есть несколько сразу видов программ, да? Да, сразу несколько видов программ. Сколько приблизительно участников, откуда? Будут гости? Да, будут, да. Вот. Ну, где-то, сейчас уже где-то человек 80 уже заявилось, да. Будут с Белоруссии, опять же, вот наши друзья с Могилева, они к нам приезжают. Потом с Курска будут, с Белгорода будут, с Калуги, с Орла, ну, естественно, Брянск, да, с Москвы будут, да. Ну, так, городовно. То есть представители? Да, да, да. Главный вопрос, где и когда? Это произойдет в ДК железнодорожников, начало 15 апреля, я уже сказал, 15 апреля. Ну, надеюсь, там увидимся. Напомню, что у нас в гостях сегодня были Владимир Иванович Литвинов, один из основателей бодибилдинга в Брянской области, и Светана Лагутина, кандидат в мастера спорта. Большое вам спасибо, ну, а вам, уважаемые телезрители, хотелось бы напомнить, что о спорте не нужно спорить, спортом нужно заниматься. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин